Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Так сложилось, что по суть я не выбирала на кого поступать, пошла по знакомству. После окончания учебы мне предложили работу по специальности, опять же не мой выбор в течение обстоятельств. В параллельной работе я решила закончить выездку, раз так вышло по той же специальности. Прилично прошло времени, а я не хочу тут работать, хочу творческой работы, более близкой, но за это время появилось столько профессий и направлений, что я чувствую себя котенком в море нового интересного, но не знаю кем быть. Страх неопределенности, время уходит. Слово стабильность сбрызлось в подкорку от родителей, что боюсь уволиться, хотя за последнее карьерного роста в своей работе не вижу и не хочу. Неопределенность сводит с ума, поработаю на дяди в семье, я чувствую потребность в поиске своей работы. Никто не гонит с работы, никто не против моего движения, но я чего-то боюсь, чувствую, что упущено много времени, боюсь остаться вообще ничем и не найти достойную работу. Себя. Эта мысль страшит еще больше, чувствую себя потерянной, вроде бы взрослой, двери все открыты, но я боюсь делать шаг, боюсь ошибиться и обжечься. Сижу в коробке своей и спокойно. Валерия, именно так зовут автора вопроса, собственно говоря, не задает свой вопрос. Ну то есть, Валерия описала ситуацию, Валерия, так скажем, пожаловалась. Вот, но вопрос своего, она не задает. И, собственно говоря, таким образом, вообще-то не очень ясно, чего Валерия хочет. Проблемы здесь заявлены достаточно серьезно. Это и неуверенность в себе, это и страхи, это и своего рода нарциссический комплекс, это и самые вероятно лучшие отношения с родителями. Но что из этого Валерия хочет решать? Для меня остаются загадки. У меня есть подавление, что и для Валерии это тоже остаются загадки. Потому что, как она сама написала, что сижу в коробке своей и спокойно. Вообще, если давать какую-то такую обратную связь, то мне кажется, что вы с одной стороны переполнены, ну, идеями о том, как все должно быть и ощущениями того, что все не так, как вы хотите. Но при этом, есть ощущение, что если вы ошибетесь, то произойдет что-то страшное. Вот нарциссический комплекс здесь, на мой взгляд, проявляется в том, что вы боитесь ошибок, вы не допускаете ошибок. И вообще, все, что вы делаете, вы делаете, как бы, ну, для того, чтобы не совершить ошибок и, возможно, чтобы не обмануть надежд своих родителей. Потому что самое главное, как сказали вам родители, это стабильность. Но если эту стабильность наручить, то родители будут, очевидно, недовольны. И вот вопрос. А что такого страшного произойдет, если родители будут недовольны? Ответ на этот вопрос достаточно прост. Вы впадете в супор, вам будет стыдно, вам будет обидно. Вы будете думать, что они правы. В какой-то степени это, конечно же, так. В какой-то степени это так. В какой-то степени. Но, помимо этого, есть еще и другая сторона. Мне кажется, помимо этого, есть еще и то, что вы в себе зажимаете, то, что вы в себе заглушаете. Заглушаете. Это естественным образом возникающий протест. Это естественным образом возникающее несогласие, как мне кажется. что совершенно, повторюсь, в данном случае нормальным является. И вам необходимо, в первую очередь, это заметить. Заметить, что по отношению к своим родителям, в высокой достаточно степени, вы подавляете свой протест, свой гнев, недовольство. Какую-то еще позицию. Вполне возможности, что именно это не позволяет вам любить в полной мере их. И вполне возможности это же не позволяет вам любить себя в полной мере. Дальше. Вы говорите, что так сложились обстоятельства, что пошла я поступать по знакомству. Когда человек говорит, что так сложились обстоятельства, у меня сразу вопрос возникает относительно личной ответственности такого человека. Вы не замечаете свой выбор здесь. Вы говорите, что так обстоятельства сложились. А я говорю, что это ваш выбор такой. И вам нужно для начала замечать, какой выбор вы делаете. Вам нужно для начала замечать, что вот сейчас я делаю выбор. Сейчас я делаю выбор. Сейчас я делаю выбор. Я делаю выбор. Вот. Ну, снова. Как бы. Понимаю тебя. А вы пока этого не замечаете. И, конечно, пока вы этого не замечаете, ситуация для вас не будет улучшаться, потому что вам кажется, что власти на своей жизни вас нет, ощущения своей силы нет, возможности управлять своей жизнью нет, ничего нет, что на самом деле это есть. И мне кажется, что неспроста, вы ставите себе такие, знаете, достаточно масштабные глобальные задачи, чтобы видеть, как это сложно, то, что вы хотите, и в очередной раз ничего не делать. Ну, правда в том, что этот путь ведёт в никуда, а вот, потому что, ну, вы будете ставить себе большие задачи, конечно, вы можете себе ставить большие задачи, но ничего не добиваться, в итоге быть неудовлетворённым. Вот вы говорите, что пора уже думать о семье и о детстве. Кому пора? Зачем пора? Для чего пора? Вы чувствуете себя незащищёнными, вы не привыкли прилагаться на себя, не привыкли себе доверять, и не привыкли внести ответственность. Вот. Вот свои действия. И отсюда ваш страх на определенности, и отсюда ваше желание на близкие семью, вот, и отсюда такое, внимание, вы уделяете спокойствию, вы уделяете отсюда, именно отсюда вы уделяете такое внимание на определенности, и так далее. Вот. Вы просто пытаетесь компенсировать то, чего не хватает вам, изнутри, тем, что есть наружу, во вне. Но вам всегда мало. С чего бы я начал? Во-первых, я бы начал с развития внимательности к себе. Это первое и самое главное. Вперва на таком микроуровне, именно на микроуровне, повторюсь, не на микроуровне, который сейчас вы, по сути, продвигаете. На микроуровне вам сложно. Потому что нужен навык, нужна привычка, нужна перестройка вашей психики. Пока этого всего нет. И постепенно увеличивать наш сад. Проявлять больше себя в коммуникациях. Проявлять больше себя в личном пространстве. Вот. Уделять внимание личному пространству. И так далее. Это все важно. Вот. Посмотрите. Дома. Или когда. Домой идете. Вот. Посмотрите. Как много вы можете назвать своим. Что вы можете назвать своим. А является ли это, то, что вы можете назвать своим, по ощущениям вашим? Или это просто свое, потому что, ну, ничего больше? Такое ли оно, это свое, как вы хотите? Или? Нет. Такое ли это свое, как вам нужно? Или нет? Вот. Согласитесь. Важный момент. Задайте себе вопрос, когда будете, например, общаться с, ну, допустим, со своими родителями. Или просто с кем-нибудь. Или вчера. Задайте себе такой вопрос. Что я чувствую по отношению к этим людям? Какие ощущения, эмоции они у меня вызывают? Эти люди. Чего бы мне хотелось быть с этими людьми? Поехали. Есть ли у меня, то что. Есть ли у меня возможность, эм, ну, реализовать вот то, что что я хотела бы с ними. Вот, понимаете, это всё, это всё, очень важный аспект. Но мне, лично мне, подсказывает, что не уделяете вы этому внимания в полной мере, от слова совсем. Но зато вы довольно бодро ставите себе глобальные замалчи, прямо-таки глобальные, которые конечно же не получаются выполнены. Вот вы говорите, что я не знаю кем-кем хочу быть и что хочу делать. Тоже достаточно интересный момент. А на что вы ориентируетесь в своей, так скажем, мечте? Я думаю, ведь на что-то вы ориентируетесь. Меня интересует, на что вы ориентируетесь в своей мечте. Ориентируетесь вы на, скажем, цель. Ориентируетесь вы, скажем, на результат. Ориентируетесь вы, скажем, на процесс. И насколько это реально для вас конструктивно. Потому что, повторюсь, у меня есть сомнения относительно того, насколько конструктивны те задачи, точнее, те ориентиры, которые вы целый себе ставите сами. Что-то меня интересует. Больше, пожалуй, всего. Вот на это вам и нужно обратить свое пристальное внимание. И дальше уже смотреть и исследовать. Попутно прорабатываем те аспекты, которые я назвал. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.